День 12 июня 1937 года Считается днем гибели целой группы советских военачальников Накануне состоялось закрытое судебное заседание На нем было заслушано так называемое дело военных И тут же 8 обвиняемых, среди них маршал Тукачевский Были приковырены к расстрелу 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР Принял декларацию о государственном суверенитете России Сейчас это событие ежегодно отмечают как День России 12 июня 1991 года Состоялись первые в России всенародные прямые открытые выборы Президента Победил Борис Ельцин В этот день 1988 года Завершались многодневные празднования Посвященные тысячелетию крещения Руси В июне 1988 года в Москву съехали с иерархи почти всех православных церквей планеты И представители крупнейших мировых конфессий Их всех собрали торжества, приуроченные тысячелетию крещения Руси На территории только что восстановленного Данилова монастыря Произошла божественная литургия, которую возглавлял патриарх московских именов К этому моменту праздничные мероприятия продолжались в крупнейших городах Советского Союза Уже неделю Многотысячные крестные входы, праздничные богослужения проходили в Москве, Ленинграде, Владимире, Новосибирске В Киеве под проливным дождем, вокруг памятника к князю Владимиру Который в 1988 году обратил Киевскую Русь в христианство Собрались несколько тысяч человек А за несколько недель до празднования в апрельскую Москву съехались репортеры со всего мира Они освещали встречу в Екатерининском зале Кремля Михаила Горбачева с членами Священного Синода Генеральный секретарь ЦК КПСС и предстоятель РПЦ перед телекамерами пожали друг другу руки Сам Горбачев приоритет Все эти сцены выглядели довольно странно в атеистическом государстве, которое еще несколько десятилетий назад взрывало храм Когда в 1937 году прошла перепись, в которой 42% населения, даже в условиях репрессии, признали себя православными, это не могло устроить вождя Но строители переписи отправили к стенке, а ее результаты аннулировали Но на самом деле идея отметить песчелезие крещения возникла еще в 1970-х Предложение партии и священнослужители сделали, но оно было воспринято прохватом Кроме идеологических противоречий, было и материальное В рамках подготовки торжеств иерархи просили возврате в Луноцеркви двух крупнейших обителей Новодевичьего монастыря и Киево-Печерская лавра Это означало возобновление там института монашества, что для советских властей это было неприемлемо Отношение компартии к русской церкви стало постепенно меняться с начала 80-х Событием чрезвычайной важности была передача Московской патриархии в 1983 году комплекса строения Московского Данилова монастыря Стало понятно, что празднование тысячелетия крещения возможно Между тем, величайший праздник в истории РПЦ изначально планировался исключительно как закрытое внутрецерковное мероприятие Запланированные на начало лета 88-го года торжества было решено приурочить к неделе всех святых в земле российской прессияжи Которая в соответствии с церковным календарем выпадала в тот год на неделю с 5 по 12 июня Планами РПЦ заинтересовалось руководство СССР, которое хотело показать миру явную демократизацию За развитием ситуации следили многие зарубежные страны, а Генеральная ассамблея ЮНЕСКО даже призвала отметить Тысячелетие введения христианства на Руси как крупнейшее событие в европейской и мировой истории их На этом фоне государство решилось передать церкви важнейшие обители Ярославский Толкский монастырь, Козельскую Веденскую Оптину Кустыню и Киево-Печерскую Лавру Денег на торжество государство, конечно, не выделило, но информационная поддержка была оказана мощной Стало ясно, что страна меняется, и меняется очень сильно